Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы должны завершить разговор об одном из самых знаменитых героических циклов ирландской мифологии Уладском цикле, Уладском или Канахском. В общем, цикле легенд, связанных с враждой между Уладом и Канахтом, с королевой Мэтпи и королем Конхабаром, циклом, связанным с подвигами величайшего ирландского героя Кухулина. Этот герой провел большую часть своей жизни в сражениях. Вот здесь, на этой картине, мы видим редкий момент отдыха. Кухулин отдыхает. Он размышляет о своей короткой жизни. Вы помните, что когда он был еще мальчиком, он сделал свой выбор. Тот же выбор, который когда-то сделал и греческий герой Ахилл. Он мог прожить долгую и бесславную, или короткую, но славную жизнь. Кухулин выбрал короткую, но славную. Он знает, что он скоро должен умереть. И поэтому на этой картине он не случайно изображен, погружен в какие-то грустные раздумья о том, что... возможно, о том, что его годы подходят. Сегодня мы с вами будем говорить о любви кухулинок к одной прекрасной божественной женщине, женщине из племени, богине Дану, Туатха Данаан. Или попросту Ксиде. Знаменитый цикл. Вот здесь мы видим, на этой картине изображены четыре красавица Ирландии. Дельдре, Эмер, Фанд. И почему-то между ними вклинилась еще и Ильяна Прекрасная из греческой мифологии. Вот Фанд. Фрагмент этой картины крупным планом. Фанд. Возлюбленная кухулина из Сидов. История – это история любви кухулина к Фанд. Называется «Болезнь кухулина». Или еще ее называют, ну, есть варианты, «Единственная ревность Эмер». Ну, вы помните, Эмер – это жена кухулина, которую он добыл в результате очень суровых брачных испытаний. Ему пришлось обучиться воевому искусству в Альбе, в Шотландии, у различных богатыршек, которые, в общем, открыли ему все секреты военного искусства. Вот. И вы знаете также, что кухулин был, имел три недостатка. Он был слишком молод, слишком красив. Он был слишком храбр. Ну, вот второй недостаток, излишняя красота, приводила к тому, что все женщины у Лада всегда в него влюблялись. Что часто приносило ему неприятности. Как видим, как мы узнаем, влюблялись в него не только земные женщины, но и божественные. История болезни кухулина начинается с того, с праздника. Раз в год собрались все у Лады на праздник Самайн. Помните, Самайн – это 1 ноября, начало зимы. Праздник, из которого впоследствии выйдет знаменитый европейский Хэллоуин. Любимым же делом собравшихся воинов было похваляться своими победами и подвигами. Чтобы подтвердить свои рассказы, они приносили с собой в карманах отрезанные концы языков всех убитых ими врагов. Многие же, чтобы увеличить их число, прибавляя еще к ним языки четвероногих. И начиналась похвальба, причем каждый говорил по очереди. Представьте такую картину, уважаемые зрители. Воины, девушки, пир, веселье. Девушки воркуют на плечах у своих кавалеров, и каждый из них откуда-то из-за пазухи, из карманов достает языки, засушенные языки врагов, хвастаясь своими победами. Вот такие суровые были нравы тогда. Девушкам это нравилось. И вот в разгар праздника Кухолин долгое время запрещал начать праздник, потому что не было его друзей. В одних вариантах Коннала Победоносного и Логайера Сокрушителя, по другому варианту Коннала и Фергюса, его приемного отца. Ну, в любом случае, тоже такая характерная деталь. Когда-то Логайера и Коннала были соперниками Кухолина в борьбе за первенство героя, за звание первого героя Ирландии. Ну, вот теперь они забыли. Эта вражда забылась. Они друзья. Кухолин даже праздник не дает начать без участия своих друзей. И вот вдруг, неизвестно откуда, показались чудесные белые птицы. И многие улазские женщины захотели иметь таких птиц у себя или, по крайней мере, украшений спереди этих птиц. И, конечно же, обратились за помощью к Кухолину. Кухолин убивал множество птиц. Как и много птиц он ранил, чтобы живыми подарить улазским женщинам. И вот, когда уже все птицы были подарены, вдруг он обнаружил, что как раз единственное, кому не хватило птиц, это его прекрасной супруги Эмер. Он очень расстроился, хотя сама Эмер не расстроилась. Вот для меня, мол, важнее твоя любовь, чем какие-то птицы. Ведь ты знаешь, что нет среди них, имеется в виду, среди женщин у Лада, ни одной, которая бы не любила себя и не принадлежала бы тебе хоть частью. Я же не частица, не принадлежу никому другому. Я вся твоя. Ну, такой ответ, на самом деле, еще больше разодорил Кухолина. Он пообещал в следующий раз уж добыть самых лучших птиц, в первую очередь для нее. И когда снова вдруг появились птицы, а птицы, как во многих ирландских легендах, летели по небу попарно. Попарно, причем каждая пара была соединена друг с другом золотой цепочкой, вот так за лапки. В общем, Кухолин взял прощу, чтобы сбить этих птиц. И вдруг обнаружилось, что он в первый раз в своей жизни промахнулся. Он снова и снова бросал камни, и снова камни лисели мимо. Тогда, охваченный гневом, он схватил копье, пробил крыло одной из птиц, она скрылась под водой, и вдруг Кухолин почувствовал необыкновенную слабость. Он подошел к камню, облокотился об этот камень, и тут к нему пришло видение. Это видение видел он один. Никто из уладов, в том числе его жена Эмер, не видела того, что видел Кухолин. А видел он то, что к нему подошли две красивые женщины, одна в красном, другая в зеленом плаще. И каждая с ласковой улыбкой стала по очереди бить его плетью. И с каждым ударом Кухолин все больше и больше слабел. Он не мог не уклониться от ударов, не покинуть это место. Улады с удивлением видели, как Кухолин дергается, корчится от невидимых ударов. Но что-либо дело с ним они не решались, потому что им казалось, что Кухолин подвержен какому-то видению. Наконец, женщины удалились. А Кухолин почувствовал, очнулся с такой слабостью, что не мог ходить. Его принесли. О нем начали заботиться лучше лекари, друиды. Но никто не мог ему помочь. И так целый год величайший герой Ирландии пролежал без сил, пока наконец к нему не явился некий человек, который попросил Кухолина прийти в его страну. Кухолин ответил, что я не могу прийти, потому что я слаб. Ты скоро поправишься, ответил человек. А пока пошли своего возничьего Лойга. Лойг Ирлаек, верный друг Кухолина, его колесничий, который сопровождал его до последнего дня его жизни. И который вел его колесницу еще тогда, когда он вылечал на свой первый подвиг. Вот этот Лойг Ирлаек совершил путешествие в Сид, в некую волшебную страну. Там он узнал, что Кухолина любит одна из богинь этой страны. Одна из, как сказано в ирландских сагах, или скеллах, одна из королев этой страны, фант. И что она зовет Кухолина на помощь, потому что ее королевство угрожает опасность. То есть нужна помощь Кухолина-героя. Лойг, вернувшись, рассказал обо всем своему господину. И тот вдруг стал поправляться. И тогда он действительно совершил путешествие в эту страну. Там он встретил много чудесных людей, героев. В общем, это пребывание Кухолина в стране, в Сиде, описано как пребывание в некой волшебной стране. Эмер, узнав, что Кухолин идет в страну, где его любит ее владычица, расстроилась. Она упрекала Кухолина, что он лежит больной из-за любви к чужой женщине. Ну, так иначе Кухолин вступил в эту страну. Там ему пришлось принять бой, как сказано в этой скеле. И все войско выстрелило сомкнутым строем. Так, чтобы нельзя было ворваться в середину его. Вся страна, казалось, была занята им одним. Рано поутру вышел Эхальд Иул, то есть Эхальд Иул, это враг Фант, чтобы, кручу, чтобы мыть руки. Кухолин узнал его по плечу просвечивающим под плащом. Он метнул в него копье, и оно пронзило Эхальда еще тридцать трех воинов, стоявших позади него. Тогда ринулся на него Сенах-призрак. И долго бились они, но под конец одолел Кухолин и его. Тем временем подоспел Лайбрайт и враги-образие избегства перед ним. После этого Кухолин снова пришел сражаться с армией Сидов. И тут уже сама Фант встревожилась, потому что Сиды, которым иногда приходится и воевать друг с другом, никогда не ведут войну на полное уничтожение. Все-таки они существа иного мира, и они свои споры иногда решают кровавым путем, но все-таки они не как люди, которые, охваченные взаимной ненавистью, готовы полностью истребить друг друга. Сиды понимают, что в их вечной жизни рано или поздно их раздором, их вражде должен приходить конец. И поэтому Фант не понравилось, что охваченный боевой яростью Кухолин готов истребить все вражеское войско, уже отступающую, уже готовое сдаться. И она велела охладить боевой пыл Кухолина. Я думаю, вы помните, как это делалось. Три больших железных чана с ледяной водой, в них погружается Кухолин. Первый чан должен лопнуть от его боевого огня. Во втором вода должна закипеть. Третьим она должна быть такой горячей, что не каждый человек мог бы ее вынести. Вот так иначе Кухолин охлозил свой боевой пыл, вернулся к Фант. И, как сказано в скеле, после этого Кухолин разделил ложе Фант и пробыл целый месяц подлин нее. По прошедшему же месяца он просился с ней. Она сказала ему, «Куда бы ты ни призвал меня на свидание любви, я приду». И вскоре, после возвращения Кухолина в Ирландию, он призвал Фант на свидание любви. Эмер узнал об этом и собрала 50 женщин. В руках у них были ножи. И вот вся эта компания отправилась мстить Фант за то, что Кухолин с ней изменяет законы супруги. Как раз в это время Кухолин играл в шахматы с Фант и увидел этих женщин. Кухолин сказал Фант, что ты не должна бояться, я не позволю причинить тебе вред. И обращаясь к Эмер, он продолжал, «Я отступаю перед тобой, о женщина, как отступают перед друзьями, не поражу я коплем жестоким твою дрожащую, занесенную руку. Я не выплю из руки твоей тонкий нож, слаб твой гнев против нас и беспомощен. Слишком велика сила моя, чтобы склониться перед твоей женщиной». «Скажи мне, Кухолин, — сказал Эмер, — что заставило себя покрыть меня позором перед лицом всех женщин Улада, перед лицом всех женщин Ирландии, перед лицом всех людей чести? — Скажи мне, — отвечал Кухолин, — для чего ты хочешь помешать мне побыть немного подле этой женщины, чиста, благородна, светла, достойно короля эта женщина, что прибыла сюда по великим широким волнам из-за моря? — А ты, Эмер, не сыщешь другого бойца, прекрасного, не боящегося ран, победоносного в стечи, который был бы равен мне? — Женщина, которой ты ныне привязан, — сказал Эмер, — без сомнения, не лучше, чем я. Но поистине, ведь все красное, красиво, новое, бело, высоко лежащее желанное, все привычно и горько, все недостающе превосходно, все изведанное презренное, в этом вся человеческая мудрость. О, супруг мой, некогда была я в чести у тебя, это могло бы опять быть так, если бы ты захотел. И она впала в великую скорбь. Клянусь тебе, — воскликнул Кухолин, ты мне дорога и будешь дорога, пока живешь. — Значит, ты покидаешь меня? — спросила Фант. — Вернее, он покидает меня, — сказала Эмер. — Нет, — воскликнула Фант, — это меня он покидает. Мне давно уже угрожало это. И она впала в скорбь и печаль. Когда Кухолин увидел, что Фант собирается его покинуть, он был потрясен, он разрывался от горя, от любви сразу к двум женщинам, каждая из которых была ему нужна. И тогда разговор Кухолина, Фант и Эмер привлек внимание бывшего божественного мужа, Фант, бога моря Мананаана. Помните, мы о нем много говорили, что этот Манан Маклир, Мананан сын Лира, появлялся в самых разных эпизодах ирландских легенд, и на море, и на суше. Это очень важный персонаж. По некоторым вариантам ирландских легенд именно он распределил между людьми богини Дану Тиды, после того, как они ушли под землю Ирландии. И вот этот Мананан когда-то расстался с Фант, а теперь, узнав, что ее роман с Кухолином не удался и что, похоже, Кухолин ее покинет, он предстал перед ней и предложил Фант вернуться к своему законному и причем божественному мужу. Вот мое слово, отвечала она. Есть среди нас двоих один, которого бы я предпочла иметь мужем, но я последую за тобой и не стану ждать Кухолина, ибо он покинул меня. И есть еще тому причина, моль милый. Вот для тебя нет достойной тебя королевы. У Кухолина же есть такая. Кухолин пытался остановить Фант, но когда вмешивается некая магическая божественная сила, то даже величайший герой оказался бессилен, и Фант покинула его. Кухолин был охвачен таким горем, что казалось, он умрет от него. И тогда к нему прислали лучших друидов и певцов Ирландии, которые начали петь для него волшебные песни, чтобы он забыл о своем горе. И в конце концов горе прошло. А Мананан взмахнул между Фант и Кухолином своим волшебным плащом и произнес некие заклинания, которые должны были не позволить им в дальнейшем даже случайно встретиться друг с другом. Вот здесь мы видим Кухолин со своей земной женой Эмер. Итак, теперь настало время поговорить о гибели Кухолина. Как сказано в соответствующей скеле, смерть Кухолина, у него было множество врагов во всей Ирландии. Не было века или не было семьи, у которой Кухолин не убил бы родственника, брата, отца, племянника и еще кого-то. Например, во время похищения быка из Куангне. Ну, конечно, в оправдании Кухолина можно сказать, что он защищал свою родину, свой народ, защищал уладов. Один сражался против войска всех пяти ирландских королевств. Но дело в том, что для закона в кровной мести все это не имеет ровно никакого значения. Кто виноват, кто начал, кто защищался. Имеет значение, что Кухолин провел родную кровь. И поэтому у Кухолина было очень много врагов, желавших его смерти. Вы, наверное, помните, что защищая переправу, в один из дней Кухолин убил некого воина по имени Калатин или Галатин, его 27 сыновей и даже одного внука, которые все вместе, то есть числом 29 человек, напали на Кухолинах, вопреки договоренности с Короевым, что он должен сражаться один на один с врагами. Но, тем не менее, все были им побеждены. Но жена Галатина была в тот момент беременна. Она родила по одним вариантам легенд трех мальчиков и трех девочек, по другим только трех девочек. И Короевым решила всех шестерых или троих превратить в великих колдунов, чтобы при помощи магии погубить Кухолина. Для этого они должны были уподобиться Фоморам. Вы помните, Фоморы — это древние такие демонические существа. По некоторым вариантам легенд они обитали одновременно в двух мирах. Их тела были разделены таким образом, что в одном из миров была только одна половина тела, то есть одна рука, одна нога только была видна в нашем земном мире, а другая часть тела находилась в неком ином мире, ином измерении, как сказали бы современные фантасты. Вот чтобы уподобить этим Фоморам этих людей, этих детей Галатина, Короева Мэтт выколола им всем по одному глазу. Есть даже такой вариант, что она не только выколола по одному глазу, но даже отрезала им одну по одной руке, им по одной ноге. И заставила их обучаться колдовству. И они действительно вскоре приобрели огромную такую магическую силу. Особенно речь идет о ведьмах-дочерях Галатина. О страшных, уродливых ведьмах, которые должны будут его погубить. И вот Короева Мэтт после этого снова бросила клич по Ирландии. И огромное ирландское войско двинулось в сторону Улада. Вы помните, что Улад все еще подвержен проклятию Махи. Когда-то в незапамятные времена король Уладов оскорбил женщину из волшебной страны, из Сидов, Маху. И за это она наложила на всех Уладов заклятие. В тот момент, когда на Улад идут враги, в течение определенного срока, а в разных легендах срок оказывается очень разным, во всяком случае Улады не могут сражаться. Они испытывают то, что испытывает женщина при родовых муках мужчины. То есть, поэтому Улад на какое-то время остается беззащитен перед набегом врагов. Но Кухулин это не совсем Улад. Его настоящий отец это бог света, лук. И поэтому он не подвержен вот этому проклятию Махи. И он остается при всех своих силах и может продолжать сражаться с врагом. Поэтому и во время похищения быка из Куалмины именно Кухулин один сражался со всей Ирландией, идущей на его родину. И вот теперь тоже, когда Улады, лишенные сил, слегли, один Кухулин готов был продолжать сражаться с врагами. Но врагам было важно выманить Кухулина за пределы своей страны, так, чтобы помощь даже теоретически не смогла к нему прийти. Поэтому огромная армия подошла к границе Улады и остановилась. А вот эти три ведьмы, три дочери Галатина пришли на землю Улады, чтобы заставить Кухулина, Левица, вступить в этот неравный бой. И чтобы ни в коем случае не допустить, чтобы он дождался, пока Улады оправятся в свою льгу недуга и уже нападут на врагов со всеми силами. Кухулин должен быть один, чтобы умереть. И вот они стали напускать на Улад видение. Они собрали все трое, подошли к тому дворцу, где женщины Уладов пытались удержать Кухулина веселым пиром, пением героических песен, прославляющих нашего героя. И вот они сели на землю, стали своими длинными ногтями царапать землю, рвать траву, выть. И таким образом вдруг Кухулин услышал звон оружия, услышал крики, услышал, увидел, что горят города, села. То есть что его страну разоряют, что Уладов убивают. В общем, он увидел, что вражеское войско, которое на самом деле было далеко. Это видение в том, было обманом. Кухулин хотел вступить в боль немедленно. Глеонан, светловикий сын Кадбада. Помните, что Кадбад это великий друид, который всегда сопровождал края Конхабара, помогал ему во всем. Ну, этакий прототип Мерлина. Вот его сын, сын Кадбада, приглядывал в этот день за Кухулином, и он первым заметил, как покраснело лицо Кухулина, смотревшего на дерущихся воинов, как взялся он за меч и уже готов был бежать на подмогу тем или другим. Он остался здесь сложа руки, обхватил Кухулина за плечи и принялся убеждать его, что он видит перед собой всего лишь колдовство, сотворенное дочерьми Галатино, ради того, чтобы выманить его наружу. Тут подоспей Кадбад и многие ученые, мужи, которые подтвердили его слова, но им потребовалось много сил и времени, чтобы удержать Кухулина на месте. И, в общем, его пытались перевести в другое место, чтобы спрятать от вот этих чар, этих ведьм. Кухулин, но всюду они находили Кухулина, и всюду он слышал звод оружия, дым сожженных городов, призывы о помощи. И каждый раз каким-то чудом женщинам удавалось убедить Кухулина, что это все неправда, это обман, это колдовские чары, везенные на его глаза и на его слух. И тогда ведьмы вспомнили, что когда-то Кухулин дал клятву, что когда он будет сомневаться, что надо делать, он должен спросить мнение неав жены его лучшего друга Коннелла Кернаха, Коннелла Победоносного. И вот одна из ведьм превратилась в эту самую прекрасную неав, вошла во дворец, причем сделала так, что многие женщины покинули этот дворец. После этого оставшиеся ее две сестры напустили такого тумана, что долгое время обитатели дворца не могли туда вернуться, забыв дорогу к собственному дворцу, потеряв дорогу в этом густом тумане. Сама же ведьма превратилась в прекрасную неав, просилась Кухулину с отчаянным криком, «Горе мне! Не время сейчас для перуф и веселья, когда четыре королевства Ирландии крушат и грабят Улад, когда мужи Улада слабы и Коннелла еще нет с нами, а воины Ирландии поносят меня и смеются надо мной, будто я бегаю». В общем, Кухулин решил, что неав, приказывает ли ему идти в бой, и он начал, велел своему колесничему готовить колесницу. Когда он шел к колеснице, у него золотая брошка и пряжка, в общем, такая золотая заколка, которая скрепляла его плащ, вдруг упала и поранила ему ногу. Кухулин сказал или пропел стих, а вы помните, что в ирландских скеллах постоянно прозы чередуются со стихами. И то, что я в основном пересказываю прозу, конечно, это в какой-то степени и объединяет, наверное, восприятие этих скелл, потому что поэзия и проза в них очень сильно дополняют друг друга. И вот песня Кухулина. «Это не вина моего плаща, не он трет меня до крови, это вина моей пряжки, что пролезила мою кожу, упав мне на ногу». Между тем, Лог сказал своему господину, что пряжка, наоборот, оказала себе дружескую услугу, она не хочет тебя пустить. Что до твоего коня, серого из махи, то он не слушается меня. Подойди к нему сам. Кухулин подошел к коню, и тот трижды повернулся к нему левым боком. Кухулин обросился к своему коню. «Не таков был твой обычай, о серой из махи, чтобы отвечать зловещим знаком на мой призыв». И тогда подошел к нему покорно серой из махи, но он уронил две большие кровавые слезы над своей копыта. Между тем, даже зловещая богиня Моригана, богиня смерти, богиня, которая любит кровь, убийства, вольные, даже она попыталась спасти Кухулина, поломала его колесницей, чтобы он не мог раньше срока вступить в бой. Но Кухулин решил, что он должен защищать родную страну. «Никогда еще не было до этого дня», — сказал Кухулин, «чтобы я слышал жалобы женщин и детей без того, чтобы помочь им». То есть, в общем, он твердо решил сражаться. И даже когда настоящая няв прибежала к нему и стала говорить ему, что это обман, что я вовсе не посылал себя в бой, Кухулин уже ей не поверил. Вот это, что до истории разговора Кухулина с вот этим конем в сером измахе, то это тоже очень здорово напоминает вот из того самого героя, на которого Кухулин очень похож, с которым я его не раз сравнивал, Ахилла. Ахилла были тоже два бессмертных коня, подаренных ему и его отцу Пелелюк богами. И что эти кони обладают даром речи. И что во время одного из боев, когда Ахилл упрекал своих коней, что они не вынесли из битвы его друга Патрокла, конь заговорил с Ахиллом и предсказал ему скорую смерть. Но Ахилл ответил, что не коню, что я и так знаю, что я должен скоро умереть, сделать свое дело и не пророчествовать. Итак, на этой колеснице Кухулин двинулся туда, где стояло огромное ирландское войско. По дороге он заехал спроситься к своей матери, Дахтире, которая угостила его вином. Но едва он взял большую чашу вина, как вдруг это вино превратилось в кровь. И он изумелся. Неужели мать тоже предала его и угощает ли его не вином, а кровью? Он вылил это вино, и мать налила ему еще одну чашу вина, и снова оно превратилось в кровь. И в третий раз так же было. Кухулин понял, что он идет на смерть, но и это не могло его остановить. По дороге Лойк обратил внимание на женщину, похожую на мариган, которая стирала какую-то одежду у реки, кровавую одежду. И опять же это оказалось одеждой самого Кухулина. Наконец, уже недалеко от места боя, он увидел трех старух, кривых на левый глаз. Они жарили на вертелах из веток рябины собачье мясо, приправляя его ядом и заклинаниями. На Кухулине лежало сразу два гельса. Во-первых, гельс не отказывается от никаких приглашений. Когда его приглашают лакомиться каким-то блюдом, он не должен отказываться от подобных приглашений. Второй гельс тоже вполне очевидный. Вы помните, что имя Кухулин означает «пес Кулана», и что псы и собаки – его родственники. Один из его детских подвигов – это было убийство пса-кузнеца Кулана. И вот поэтому Кухулин не должен был есть мясо своего предка. То есть вы знаете, что это у многих… Вот эта легенда, скорее всего, пережиток представлений о тотемисте. Вот древний обучий веры в связь людей и животных. Вот здесь в данном случае мы… Скорее всего, племя, которым принадлежал Кухулин, имеет дело с собачьим тотемом. А здесь мы видим как раз вот этот детский подвиг Кухулина, когда мальчик, 7-летний Кухулин, убил самого огромного, самого свирепого пса во всей Ирландии и потом в течение года служил к кузнецу Кулану, как его пес, пока новый не подрастет. Вот отсюда его имя. Помните, что при рождении Кухулин получил имя Сетанта. И вот только после того, как он год прослужил у Кузнеца, как пес, он получил свое более известное имя Кухулин. Итак, два гельса. Не отказываться от приглашения и не есть собачье мясо. Поэтому он велел Лольгу пришпорить колесницу… Ну, не пришпорю, он велел Лольгу как можно быстрее гнать колесницу, чтобы просто эти страшные колдуни не успели его пригласить на свой зловещий пир. Ну, вы поняли, кто эти колдуни. Это дочери Галатина, которые хотели погубить Кухулина. И они все равно успели позвать его. «Посети нас, о Кухулин!» «Я не пойду к вам, поистине», – отвечал Кухулин. «У нас здесь собачье мясо», – сказала старуха. «Будь у нас богатый очах, ты, конечно, зашел бы. Но так как то, что у нас есть ничтожное, ты не заходишь. Не достойно поступает великий человек, гнушаясь малым». Тогда Кухулин подошел к ней, и старуха подала ему собачью лопатку левой рукой. И Кухулин стал есть собачье мясо левой рукой. И на самом деле он сделал вид, что ест собачье мясо, и при этом он клал его себе под ляшку. И левая рука его, которой он брал собачье мясо, и левая ляшка, под которую он его клал, были поражены во всю их длину, и не стало в них прежней силы и крепости». И вот Кухулин увидел огромное вражеское войско. Он врезался в это войско, «Прошел через него три раза, оставляя на своем пути множество тел убитых врагов». Ну, старый мотив. Вот здесь мы видим тоже героя русской былины, Илью Муромса, который также скачет среди вражеское войско. Махнет правой рукой, вылезет улочка, махнет левой, переулочек. Так вот он поражал всяких поганых татар или кого-то еще, кто шел на Русь святую. Вот тот же Кухулин здесь защищал свою родную землю от нападения врагов, от разорения, от грабежей. И он тоже наносил врагу такой ущерб, что... В общем, и сколько есть в море лечи песчинок, в небе звезд, у мая капель и красы, у зимы хлоплив снега, в бурю градин, в лесу листьев, на равнине брега колотев золотой рши и под копытами ирландских коней травинок в летний день. Столько же половин голов, половин черепов, половин рук, половин ног и всяких красных костей покрыло всю широкую равнину Мортемне и стало серой равнина от мозгов, убитых после этого яростного побоища, после того, как Кухулин поиграл своим оружием. Завидел Кухулин на краю вражеского войска двух бойцов, бьющихся друг с другом. Казалось, нельзя было их оторвать друг от друга. «Позор тебе, о Кухулин!» воскликнул заклинатель. «Если ты не разнимешь этих двух людей!» Кухулин бросился на них и нанес каждому такой удар кулаком по голове, что мозг выступил у них наружу через уши и нос. «Ты разнял их!» сказал заклинатель. «Они больше не причинят зла друг другу!» «Они не утихомирились бы, если бы ты не попросил меня вмешаться!» отвечал Кухулин. «Одолжи мне твое копье, о Кухулин!» сказал заклинатель. «Клянусь клятвой моего народа!» отвечал Кухулин. «У тебя не больше нужды в нем, чем у меня! Мужи Ирландии нападают сейчас на меня, и я блюсь с ними!» «Я сложу злую песню на тебя, если ты не дашь его!» Вы помните, что злая песня это одна из самых страшных угроз. Она приносит не только смерть, но и позор для человека, и, в принципе, для его рода. «Никогда еще я не бывал проклят и опозорен за отказ в даре или за скупость!» сказал Кухулин. С этими словами Кухулин метнул с коплё древком вперед, и оно пробило голову заклинатия и поразило насмерть еще девять человек, стоявших за ним. И Кухулин проехал на своей колеснице по вражескому войску из конца в конец. Тогда Лугальд, сын Курой, помните, Курой – тот великан, который когда-то признал Кухулина первым героем Ирландии, и с которым он позже поссорился. И по некоторым вариантам легенд, он был именно им убит, Курой, несмотря на свою магию и несмотря на свою силу. И вот теперь его сын мстит Кухулину. И вот тогда Лугальд, сын Курой, поднял смертоносное коплё, что готовое служить упало между сыновлёв Каласина. «Кто падёт от этого копля?» «О, сыны Каласина!» – спросил Лугальд. «Корой падёт от этого копля!» – отвечаете. Тогда Лугальд метнул копьё в колесницу Кухулина, и оно попало в Лойга, сына Ренгара. Так что внутренности его выпали на подушку колесницы. Сказал Лойг, я получил тяжкую травму, рану. Вот так Кухулин потерял своего, наверное, одного из самых лучших друзей, Лойга. Он аккуратно положил его на траву и сказал, «Сегодня я буду и бойцом, и возницей». И он снова проехал на колеснице по вражескому войску, и снова он увидел двух воинов, сражающихся друг с другом, и снова он их таким же надёжным методом разнял, по просьбе нехать заклинать ее. И снова тот попросил его одолжить у него копьё. «Клянусь клятвами моего народа», — отвечал Кухулин, «у тебя не больше нужды в нем, чем у меня. Моей руке, моему мужеству и моему оружию надлежи сегодня очистить равнину Муртемне от войска четырехкоролевских Ирландии. Я сложу злую песню против тебя. Не должен я дважды в один день исполнять одну просьбу. Я уже выкупил свою честь, исполнив просьбу в первый раз». «Я сложу злую песню против Улада из-за тебя», — сказал заклинатель. «Никогда еще до этого дня не падали на Улад позор и проклятие за отказ мой в даре или за скупость. Хоть мало осталось мне жизни, не подвергнется Улад сегодня бесчестью». И Кухулин метнул коплё древком вперед, и оно пробило голову заклинатия и поразило насмерть еще девять человек. И снова Лугаль спросил сыновей Галатина, кто падет от этого копья, и получил ответ, что падет король. «Я уже слышал, как вы говорили, что от этого копья падет король». «Еще в тот раз, когда метнул...» «Так и вышло», — сказали сыновья Галатина, «ибо от него пал король вознис Ирландии, возниса Кухулина Лойк, сын Риан Габара». «Клянусь клятвами его народа», — отвечал Эрк, «король, о котором вы говорите, еще не тот король, который Лугальт должен поразить этим коплём». Эрк метнул коплё в Кухулина, и оно попало в серого измахи. «И так Кухулин потерял своего волшебного коня, который ушел умирать в серое озеро, из которого когда-то Кухулин его добыл. И снова на одном из углов поля он встретил заклинатия и двух сражающихся воинов, и снова он их разнял, и снова заклинатия попросил у него одолжить копьё, и снова он преградил ему спеть злую песнь против Кухулина, потом против Улада, на что Кухулин ответил, что я достаточно сделал для Улада сегодня. И тогда он произнес третью угрозу. «Я сложил злую песню против твоего рода. Не хочу я, чтобы до земель, в которых я не бывал, дошел слух о моем бессловии. Мало же осталось мне жизни». И Кухулин снова метнул копьё, которое убило и заклинатия, и девять, и трижды девять мужей, стоявших за ним. И снова копьё, которым, единственное копьё, которым можно было убить Кухулин, попало к его врагам. И на этот раз удар был точен. Кухулин был ранен, смертельно ранен в живот, так, что его внутренности выпали на подушку колесницы. «Тогда чёрный из чудесной равнины убежал, унося с собой остатки и дышало. Кухулин попросил у своих врагов, можно мне хотя бы добраться до озера, чтобы испить воды. Мы тебе разрешаем, был ответ, с условием, что ты вернёшься обратно. Прошу вас, прийти за мной, если я не смогу сам вернуться». Он подобрал свои внутренности и дошёл до озера, придерживая их на ходу рукой. Он испил воды и выкупался в озере, придавливая живот рукою. Вот отчего озеро при равнине Муртемне зовётся озером, помогающим, помогающей руки. Испив воды и выкупавшись, Кухулин прошёл несколько шагов, но враги болялись подойти к Кухулину даже теперь. Тогда неожиданно появился серый из махи, вот этот раненый конь Кухулина, который своими зубами и копытами тоже убил множество врагов. Между тем Кухулин решил умереть стоя. Он не хотел умирать ни лёжа, ни сидя, и поэтому он привязал себя к камню и взял в руки меч. Враги долгое время болялись подойти к Кухулину, но вот они обратили внимание, что птицы сели на плечи Кухулина. «Не бывал он раньше столбом для псиц», сказал Эрксен Кайры. И Лугальд ухватился за волосы Кухулина и за спины его и отрубил ему голову. Тогда выпал меч из руки Кухулина и, ударив правую руку Лугальда, отстёк её, и она упала на землю. В отместку была осечена и правая рука Кухулина. Вот такая скульптура ирландского скульптора, созданная в 1916 году, смесь Кухулина. Мы видим, что вот стоит вот этот ирландский герой с мечом в руке. И не случайно в 1916 году ирландские скульпторы и художники обращались к вот этой теме героического прошлого Ирландии. Вот это время, когда Ирландия боролась за независимость от Англии. И вот, конечно, напоминание об этих подвигах героев, которые умерли стоя и даже после смерти продолжали сражаться с врагами. И вот даже мёртвый Кухулин отрубил своему врагу руку, это, конечно, напоминание о былом величии Ирландии. Некий духовный резерв для страны. Вот другая картина уже современного такого иллюстратора смерти Кухулина. Кухулин и Конол Победоносный были двумя соперниками в подвигах и был заключён между ними договор. Тот из них, кто будет убить первым, будет отомщён другим. «Если меня убьют первого, с какой бы с ротой отомстишь ты за меня?» спросил Кухулин. «В тот же день, в какой ты будешь сражён, я отомщусь за тебя ещё до вечера», отвечал Конол. «Если меня убьют первого, с какой бы с ротой отомстишь ты?» «Я не дам остынуть твоей крови на земле», ответил Кухулин. Но первым погиб Кухулин. И Конол помчался в погоню за убийство Кухулина, вступил с ним в бой. А когда тот попросил, чтобы боль был честным, и поскольку у меня нет руки, ты тоже должен привязать одну руку. Конол согласился и на это условие. И в конечном итоге Лугайд был убит, и его голова была брошена к тому месту, где было выставлено на обозрение ирландцев тела Кухулина. Потом Конол отправился снова в путешествие, и он истребил, вырезал всех ирландцев, которые в той или иной мере были причастны к смерти Кухулина. Что до Эмер, то она велела выкопать... Да, на этой картине мы видим как раз Конола Победоносного, который рассказывает о своей мести, о том, как он отомстил за друга. В том числе были там и сыновля Галатина, и его дочери, эти колдунья. То есть, в общем, месть была свершена. Что касается Конола, то тот... Да, что касается Эмер, то она велела выкопать могилу, в которую она сама легла, положив рядом с самой голову своего мужа. И вот так и умерла. Такая вот история смерти Кухулина. Так погиб Кухулин, король Конхабар ненадолго пережил главного защитника Улада, ну, о его смерти. И о том, как завершилась эта эпоха, мы поговорим на следующей лекции. Кроме того, мы начнем разговор о самом... о втором, наверное, великом цикле ирландских легенд, фианском или финильском цикле, связанных с историей лесных фениев, зеленых фениев, их вождем легендарным финном. Ну, это уже разговор для следующих лекций. Всего вам доброго.